Ваша честь, я вам должна сказать как директор, у нас работают в нашем лагере летнего отдыха только высококвалифицированные профессионалы. Понимаете? Весь персонал от и до. И согласитесь, в конце концов... Поэтому они не следят за тем, как дети отходят ко сну. Извините меня, за час, за один час до сна в любом лагере, будь это детский, будь это спортивный, будь это лагеря летнего отдыха, всегда детям предоставляется час свободного времени. Извините меня, они там, кто зубы чистит 10 минут, кто одну минуту, у них должно быть свое время. Я понимаю, Гелина Степановна, но я в свободное время понимаю так, что это не просто дураковаляние и ничего не делания. Абсолютно точно. А свободное время заключается в том, что они могут заниматься своими делами, но взрослый должен присутствовать, педагог, воспитатель. Совершенно точно. У нас педагоги всегда и воспитатели присутствуют. Но вы не учли тот момент. Лагерь, есть лагерь. И понимаете, отбой у нас в 22 часа. И в 22 часа отбой для всех. Понимаете, нельзя так, что один ложится в 9 часов, второй ложится в 10, третий привык дома ложится в 12 спать. Вот мое свободное время. Что хочу, то я делаю. Хочу, сплю. Не могу спать. Лечь на час раньше. Знаете что, пожалуйста, он мог прилечь, он мог почитать, но уже отойти ко сну, уже полностью приготовленном, в 9 часов, когда у всех только начинался этот свободный час. Это, видимо, вызвало недоумение у его сверстников. И опять же, я вернусь к нашему лагерю. Вы согласитесь, Ваша честь, далеко не в каждом лагере существует штатный детский психолог. А у нас он есть. Да, но который не работает с моим сыном. Это неправда. Это неправда. Так, и что же штатный психолог ваш? Ангелина Степановна, не надо сейчас привлекаться к сыстцам. А вы не мешайте, пожалуйста, естественно, выяснять нам обстоятельства спора вашего, конфликта. Более того, простите, пожалуйста, как педагог с многолетним стажем, я, к сожалению, вынуждена констатировать в том, что Евгения Петровна плохо воспитала своего сына. Вы такие заключения даете сразу. Вы мальчика этого знаете? Сколько вы его наблюдали? Ангелина Степановна, сколько он у вас был в лагере? Мальчик не идет на контакт. Сколько дней он у вас был в лагере, спрашиваю? Вот он был у нас целые сутки. Сутки? Да. Здорово. Да, сутки. Какой же у вас педагогический стаж, что вы можете за сутки сразу поставить такой диагноз? Директором этого лагеря я работаю уже 15 лет. 15 лет. Ни много, ни мало. И никаких жалоб ни от кого никогда не поступало. Понимаете? Мальчик плохо идет на контакт. Мальчик пасует перед трудностями. И вполне возможно, что в первый день, когда он приехал... Пасует, конечно. Навалили на него матрасов сверху и прыгают на нем. Вот он и спасовал. Ваша честь, вы должны согласиться, что... С чем я должен согласиться, Ангелина Степановна? Что у детей есть свои законы. У детей есть... Они живут по своим определенным законам. У детей есть законы, которые им прививают взрослые. И все равно существует детская жестокость. У детей есть принципы, которые прививают взрослые. У детей есть мораль, которую они берут от взрослых, впитывают. Мальчик... От тех, кто с ними работает, кто их воспитывает, кто их учит. А вы за сутки сразу поставили клеймо на ребенке. Все. Плохое воспитание, перед трудностями пасует. Простите, какой вы педагог? Подождите, подождите. Простите, Ангелина Степановна. Я полностью согласна с мнением нашего штатного детского психолога, который много лет работает с детьми. А она поставила диагноз. Немного немало, как латент и мазафист. Ангелина Степановна, вы только что сказали, что я, как педагог с многолетним стажем, могу сказать, что истец плохо воспитал своего ребенка. Так вы сказали? Да. А вы говорите сейчас, что опираетесь на мнение психолога. В лагере. С точки зрения общения с детьми. Лагеря бывают разные, Ангелина Степановна. Ну, значит, надо как-то готовиться. Очень плохо, когда ребенку в пионерском лагере, или, не знаю, в лагере отдыха, как это теперь называется, приходится выживать, как в концентрационном лагере. А не надо выживать. Это же дети. Ну, хорошо, вот сегодня... Ну, как не надо выживать? Не надо. Ему пришлось выживать под этой грудой матрасу. Сегодня между ними произошел конфликт. Помирились бы, и на всю жизнь остались бы, друзья. Да, вот вы, педагог, применяете такую частичку, согласнослогательную, Ангелина Степановна, бы. А вот от кого это зависит, это бы? От детей. Вы так думаете? А я думаю, от взрослых, от воспитателей, от педагогов, от психологов. А что воспитатели? Где был ваш психолог, когда мальчика душили? Извините меня, как только рождался крик... С кем он работал? Он был у себя на месте. У себя на месте? У себя на месте. Извините, у меня в лагере 300 детей. Он же не может, я не могу каждому ребенку поставить психолога детского. Он на месте находится. Ангелина Степановна, я вас правильно понимаю? То есть вы считаете, что все в норме, все в порядке? Абсолютно. Ну, я считаю, что... Попал за мальчик такой вот, не готовый к трудностям, который не может противостоять. Растет будущий мужчина, должен принимать сам решение. Понимаете? Суд удаляется в обстановлении решения. Оглашается решение суда. В процессе рассмотрения данного дела выяснилось, что ребенку, сыну истца, которого она здесь представляет, причинен физический, нравственный, моральный вред. Но вред причинен его сверстникам. То есть мальчикам, который вместе с ним отдыхал в лагере отдыха. Что говорит по этому поводу закон? А закон говорит следующее. Если вред причиняется малолетним ребенком, который находится в момент причинения вреда в учебном, воспитательном, образовательном учреждении, то за такой вред, из-за его причинения, ответственность несет руководство этого образовательного, воспитательного учреждения. И в этой ситуации именно вы, ответчик, отвечаете за вред, причиненный ребенку, сыну истца, и поэтому данный иск должен быть удовлетворен полностью. 22 тысячи рублей в пользу истца. Я счастлива, что у меня есть возможность поправить здоровье моего ребенка. Как законопослушные граждане, мы обязательно выплатим иститься всю сумму.